всем привет друзья сегодня мы запускаем серию видеороликов достаточно информативных и полезных для тех кто так или иначе задумывается о переезде во францию совместно сегодня наши гости юли которая сама прошла иммиграционный путь и не раз так скажем набила шишки и готова сегодня поделиться с нами всеми легальными способами иммиграции во франции о которых вы возможно даже и не слышали юля привет расскажи немножко о себе привет анна меня зовут юля я живу во франции первая моя попытка переехать во францию произошла достаточно давно в далеком 2014 году тогда мне не дали студенческую визу но это помогло мне глубиться в вопрос понятия причины этого отказа и исследовать нам уже таком более глубоком уровне все возможности переезда во францию которые я могла бы использовать в итоге использовал одну из этих возможностей успешно переехала сейчас я помогаю таким же жаждущим жить во франции как я за вопросами переезда июль тема сегодняшнего нашего видео это иммиграция через обучение а именно зачисления высшие учебные заведения и языковые курсы в двух словах юля что ты можешь сказать о французском обучении так ли она достойна похвал как все о нем говорят да конечно французское образование на очень высоком уровне и франция является одной из стран который привлекает наибольшее число иностранных студентов среди европейских стран французское образование котируется не только во франции но и по всему миру поэтому конечно же французское образование является очень протягательным для студентов разных стран тому же франция для того чтобы упростить а доступ к высшим учебным заведениям создала систему которая называется кампус франц к сожалению она действует не во всех странах мира но в большом количестве стран в том числе в российской федерации эта система призвана упростить доступ к высшим учебным заведениям для студентов всю эту административную процедуру подачи досье для того чтобы скажем так студенту наиболее было наиболее просто подать досье во французское учебное заведение также можно сказать еще о том что во франции есть два вида высших учебных заведений это университет и высшие школы которые достаточно сильно отличаются по условиям поступления по стоимости поступления и по досье которое нужно для поступления например высшие школы конкурс гораздо выше там есть вступительные экзамены зависимости от университетов поэтому при планировании скажем так стратегического пути обучения во франции нужно исследовать все возможности и смотреть а какой путь подходит именно вам но во франции есть очень много различных возможностей для обучения которые я уверена могут подойти самым разным категориям желающих скажи пожалуйста вот если говорить немножечко стоимости то есть мы говорим о вузе да какая средняя стоимость обучения в год в университетах фиксированная стоимость обучения на программах бакалавриата и магистратуры раньше до 2019 года это вообще были очень смешные деньги то есть там символически 200 евро 2019 года котировки были поднялись и теперь большинство французских университетов имеет фиксированную стоимость обучения для бакалавриата 2770 евро в год и для магистратуры 3770 при этом еще остались вуза которые эти новые котировки не приняли то есть это нужно тоже смотреть на сайте каждого вуза но это достаточно доступные цены в любом случае для обучения туда согласно скажу что во многих странах такая стоимость представлена не за год обучения за семестр поэтому франция все таки тут немножечко лояль окей юль скажи пожалуйста вот я хочу зачислиться вуз что от меня нужно какие требования предъявляются к кандидатам здесь опять нужно уточнить что требования будут совсем разные если ты хочешь поступать в высшую школу или в университет то есть высшая школа это высшие учебные заведения которые скажем так во франции считаются чуть более престижными по определенным направлениям нежели университета например все что связано с бизнесом это считается несколько более престижным образованием чем образование в университете при этом это не значит что образование в университете там плохое или непрестижное это просто зависит от вашего твоей дальнейших целей например чтобы поступить в университет нужно только иметь экзамен сертификат о знании иностранного языка если это обучение на французском языке то это и ниже уровня b2 некоторые магистратуры требуют уровень c1 даль в французский язык либо если это англоязычная программа это в любом случае нужен сертификат по английскому языку либо TOEFL либо ELSE в любом случае нужно подтверждение знаний иностранного языка в университете не будет именно ступительного экзамена может быть собеседование но это в общем и целом только досье которая подается через платформу campus france если говорить о высших школах то там и есть ступительные экзамены там нужно например если это бизнес направление то там будет экзамен джемат который также нужно сдавать на определенный балл но и также естественно сертификат об иностранном языке это в любом случае общее для университетов и для высших школ недавно мы с тобой оговаривали такое интересное понятие как альтернатс расскажи немножко нашим зрителям об этом понятии альтернатс это программа которая позволяет студентам одновременно учиться и работать при этом работодатель может оплачивать обучение студента которая подчас стоит дорого например это достаточно часто развита высших школах когда студенты высшей школы ищут программу вот на альтернатс работают в офисе им платят какие-то небольшие деньги за работу в офисе при этом работодатель покрывает обучение в высшей школе которая стоит хороших денег скажем так и то есть этот трехсторонний договор который подписывается между тремя странами и соответственно студент какое-то время проводит там как студент за учебой какое-то время он чисто работает как офисный работник раньше эта программа была доступна для иностранных студентов только со второго года жизни во франции сейчас этого года правила изменились и стали более лояльны если вы учитесь на магистратуре то есть на уровне магистров то программа альтернатс можно искать уже с первого года жизни во франции для иностранного студента поэтому это достаточно интересная я скажу отличная возможность а скажи пожалуйста если не брать учет данную программу какие шансы у студента трудоустроиться после прохождения обучения здесь тоже все зависит от того какой уровень образования студент получает то есть выпускается ли он с магистратуры или с бакалавриата из какого университета он выпускается потому что здесь будут несколько раз административные процессы при смене статуса с учебного на рабочий для магистратуры там будет упрощенная процедура при определенных условиях которая скажем так позволит гораздо быстрее студенту вчерашнему получить статус наемного работника именно поэтому при планировании обучения во франции очень важно иметь в голове изначально стратегический план что я хочу от этого обучения хочу ли я дальше оставаться в франции работать или нет так как есть очень много нюансов о которых подчас сначала вы не задумываетесь а потом уже скажем так и поздно и из-за этого получается некоторые нестыковки с которыми непосредственно помогаешь ты хотелось бы немножечко оговорить зачисление на языковые курсы зачисление на языковые курсы всегда был достаточно популярным способом пожить во франции пожить больше скажем так трех месяцев раньше можно было достаточно лояльно получить студенческую визу под языковые курсы для этого нужно было просто найти языковые курсы они меньше шести месяцев по временной продолжительности и а не менее 20 часов в неделю сейчас правило из-за пандемии несколько ужесточились и поэтому вы сейчас например на текущий учебный год можете подать запрос на языковые курсы только в случае если дальше планируете обучение то есть просто поехать там на нулевом уровне получить язык по долгосрочной студенческой визе сейчас к сожалению нельзя это будет отказ но мы надеемся что ситуация будет улучшаться конечно тебе большое спасибо в завершение я хочу сказать что на платформе нашей онлайн школы себе консалтинг будет скоро представлен новый курс от юли по умной и успешной иммиграции во франции где юля расскажет все варианты лайфхаки в правильном выборе иммиграционного пути у нас продолжение серии видеороликов с юлей про умную и успешную иммиграцию во францию и тема сегодняшнего нашего видео это семейная иммиграция расскажи вкратце какие способы есть во франции чтобы узаконить свои отношения семейная иммиграция это скажем так другими словами более простым языком это когда вы едете во францию как бы узаконив отношения с человеком который проживает на территории франции будь то это гражданин французской республики либо иностранный гражданин проживающий на территории франции если вы с ним официально оформили отношения то соответственно вы имеете право на получение долгосрочной визы для того чтобы жить с этим гражданином во франции а вообще в франции есть два вида узаконивания отношений а первый это традиционный брак в классическом понимании этого слова и второе это называется пакс это скажем разновидности гражданского брака но легально узаконенная то есть это некий договор который подписывают обе стороны о том что они живут вместе что у них совместный быт но при этом это как бы скажем не совсем брак потому что этот договор может быть расторгнутым на стороннем порядке но там нету ни процедуры наследования нет процедуры раздела имущества то есть это просто скажем так некая форма скажем так жизни вместе которая например позволяет экономить на налогах например это позволяет иностранному гражданину эмигрировать по франции проживать на легальных основаниях это не совсем позволяет потому что получить именно семейную визу на основании пакса сразу же нельзя можно получить вид на жительство на территории франции на основании пакса при условии совместной жизни в течение года если вот это вот совместной жизни доказано течение года нет то получить именно визу супруга на основании пакса невозможно это вопрос который достаточно часто задают те кому предлагают заключить пакс он предлагает его заключить достаточно часто на основании пакса можно запросить только визу под названием визитер которая будет выдана супругу иностранному гражданину, вернее, не спруга, а иностранному гражданину, который заключил ПАКС, то есть иностранному партнеру в ПАКСе, но для этого нужно, во-первых, доказывать финансовую состоятельность пары, либо должен гражданин, проживающий на территории Французской Республики, показывать, что у него есть достаточный доход для обоих сторон, либо у заключившей иностранной страны должен быть стабильный доход, и при этом этот иностранный гражданин, который заключил ПАКС, хочет приехать во Францию на основании ПАКС по визе визитер, работать он в течение года не сможет, поэтому это вот некоторые особенности, которые нужно иметь в виду. Традиционный же брак дает все основания для получения долгосрочной визы D, но здесь также нужно понимать, с гражданином какой национальности этот брак заключен, так как в зависимости от национальности супруга процедуры также будут разные. Юля, а можешь сказать тогда вкратце о этих двух процедурах? Тут на самом деле процедуру три, потому что это может быть, например, французский гражданин, это может быть гражданин Евросоюза, который постоянно проживает на территории Франции, и это может быть, например, такой же эмигрант из третьей страны, то есть из любой страны, которая не является страной Евросоюза, которая проживает на территории Франции. Например, как пример, это российский гражданин, который переехал во Францию, и вот его там девушка, или там он познакомился с русской девушкой в Москве или там где-то в России, они поженились, вот, и она хочет ехать к нему, соответственно, в качестве супруги во Францию. И процедуры во всех трех случаях будут разные. В первом случае самая простая процедура, это когда вы выходите замуж или женитесь на гражданине Французской Республики, здесь вам визу дают практически автоматом, то есть нужно прямо предоставить угрозу французской безопасности, чтобы вам не дали визу супруга французского гражданина. И это достаточно быстро происходит в консульстве, то есть вам нужно приехать в страну, в которой вы, ваше странное происхождение, и в консульстве этой страны запросить визу. Обычно не больше двух недель нужно на рассмотрение, и после этого вы уже можете спокойно ехать жить во Францию со всеми правами, которые открывает эта виза. Она открывает права и работать, и заниматься предпринимательством, и вообще сделать все, что вы хотите, только не стоит торопиться с разводом, иначе можно уехать обратно. Через сколько данный кандидат, кандидатка, получит гражданство в Франции? Гражданство браку можно запрашивать через 4 года совместной жизни. Соответственно, это тот срок, в течение которого, после которого вас уже как бы с территории Франции никто, грубо говоря, не выгонит. То есть даже если через 4 года вы по каким-то причинам развелись, вы все равно имеете право оставаться жить во Франции. Если вы разводитесь раньше, то здесь уже есть некоторые нюансы, которые нужно рассматривать отдельно. Об этом я тоже рассказываю на курсе. Что делать, в каких случаях. Если вы замужем за гражданину Евросоюза, который живет во Франции, то вам, в принципе, подойдет абсолютно любая виза, даже шенгенская, чтобы въехать на территорию Франции. И дальше нужно непосредственно подавать на вид на жительство. Самая сложная процедура – это для тех, кто женится или выходит замуж за граждан третьих стран, то есть за граждан стран, не входящих в Евросоюз. То есть, например, если два гражданина Российской Федерации сочетались с браком, и один из них живет во Франции, то чтобы перевести супругу, он должен подать или она запрос на процедуру, которая называется «воссоединение семьи». То есть нужно определенному органу французской администрации подать запрос о том, что вот я такой-то, такой-то, хочу перевести там свою супругу, супруга на территорию Франции, и нужно показать свой доход. Обязательно этот человек должен работать. То есть студент не может перевести свою супругу. Обязательно нужно работать, нужно иметь определенное жилье в определенной жилплощади, но там минимальная фактически жилплощадь. И нужно быть во Франции не менее 18 месяцев. То есть сразу перевести супруга или супругу, если бы вы только сами переехали во Францию, именно по высоединению семьи нельзя, к сожалению, достаточно строгие в этом плане правила. Сама процедура, она занимает от шести месяцев до года. Ну, до года редко, но не менее шести месяцев. И вот это, к сожалению, такой психологический момент, ожидание, который иногда достаточно сложно пережить. Поэтому, конечно, важно с первого раза подать правильное досье, чтобы потом никто через шесть месяцев не отправил бумажку о том, что не хватает еще какой-то бумажки, чтобы процедура не затянулась на неопределенный срок. Друзья, на самом деле, несмотря на большое количество информации, Юля сейчас оговорила только совсем маленькую часть. Все детали, все нюансы Юля обязательно расскажет на своем курсе и также расскажет, что же делать, если вы вдруг захотели развестись, какие вы права имеете и что делать дальше. Друзья, встретимся с вами и с Юлей в следующих видеороликах. Мы проговорим тему рабочей миграции во Францию. Я думаю, для всех эта тема очень актуальна. Обязательно не пропустите, ставьте на уведомления. Продолжение следует...